МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фильм «Кровавый алмаз» повествует о гражданской войне 1999 года в Сьерра-Леоне. Ловкий и отъявленный катарбандист по имени Дэнни Арчер промышляет торговлей алмазами, абсолютно не беспокоясь о том, что они используются террористами для приобретения оружия с целью дальнейшего разжигания войны. При просмотре фильма складывается ощущение, что его снимали не в Сьерра-Леоне, а в нашем регионе. Прибыль, полученная армянами от эксплуатации золотых месторождений Азербайджана на протяжении долгого времени, была направлена на приобретение вооружения и совершение террористических актов. Сегодня эти финансы направляются на минирование территорий, которые уносят жизни сотен граждан Азербайджана. После окончания Отечественной войны 2020 года и до сегодняшнего дня от мин пострадали 268 граждан Азербайджана. Из них 45 человек, в том числе 3 журналиста, погибли. Из 45 погибших 35 являются гражданскими лицами. Игнорируя увеличивающееся число жертв в результате взрыва мин, Армения отказывается предоставлять полную и точную информацию о заминированных ею территориях. При этом она продолжает массово устанавливать новые мины на территории Азербайджана. С августа текущего года на суверенных землях Азербайджана было обнаружено 2728 противопехотных мин, произведенных в Армении в 2021 году. В окрестностях города Шуша экоактивисты, представители НПО Азербайджана собрались на мирную акцию в знак протеста против недопущения проведения мониторинга «Незаконная эксплуатация месторождений». По результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2020 года, группа специалистов 10 декабря собиралась приступить к мониторингу. Планировались инспекции месторождения полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения «Газелбулах» и медно-малибденовое месторождение «Деамерли». Мониторинг по различным направлениям, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территорию проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные осмотр и мониторинг не состоялись... Причем, как сообщают телеграм-каналы, заводила провокация, помешавшая азербайджанским экологам провести мониторинг, казался некто Арсена Ваниссиан, представляющий себя гражданским лицом. Однако, имеется информация, что он является сотрудником управления военной разведки Генштаба Вооруженных сил Армении. В ходе акции экоактивисты потребовали прибытие командующего миротворческим контингентом Андрея Волкова. Армянские информационные ресурсы, зарубежные проармянские круги, стали распространять фейки. В каждом азербайджанском экологе и журналисте они видят агентов спецслужб. Передвижение не было ограничено для машин скорой помощи и гражданских лиц армянской национальности. Требования и пожелания собравшихся представителей гражданского общества Азербайджана носят четкий характер и не имеют политической подоплеки. Азербайджанской общественности известно о незаконной перевозке грузов по этой дороге и вообще из мест, находящихся под временным контролем российских миротворцев, разграблении природных ресурсов. Государство и общественность не потерпят тех, кто совершает подобные противоправные действия, не будут закрывать глаза на произвол, творящийся на суверенной территории страны. Должны быть созданы все условия для работы мониторинговой группы государственных учреждений Азербайджана. Программа ООН по окружающей среде сообщает, что за последние 60 лет по крайней мере 40% всех внутренних конфликтов были связаны с эксплуатацией природных ресурсов, будь то ценные ресурсы, такие как древесина, алмазы, золото и нефть, или дефицитные ресурсы, такие как плодородные земли и вода. ООН придает большое значение тому, чтобы деятельность в области охраны окружающей среды становилась частью усилий по предотвращению конфликтов, стратегии по миростроительству и поддержанию мира. Не может быть прочного и устойчивого мира там, где природные ресурсы, обеспечивающие надлежащий жизненный уровень и адекватное функционирование экосистем, повреждены или разрушены. Есть множество фактов о разграблении национальных сокровищ в период армянской оккупации и об участии в этом процессе иностранных компаний. Грета Томберг – шведская экологическая активистка, получившая международную известность и признание за продвижение мнения о неизбежном экзистенциональном кризисе для человечества в результате изменения климата. Известна резкой критикой в отношении политических деятелей за их неспособность предпринять достаточные действия для решения экологических проблем. В августе 2018 года, когда ей было 15 лет, Томберг начала протестовать возле шведского парламента с плакатом «Школьная забастовка за климат», призывая к незамедлительным действиям по борьбе с экологическими проблемами. Наступило время, чтобы Грета Томберг и другие активисты поддержали азербайджанских экологов, выступающих против нанесения вреда природе. Долгий период времени в Армении проходили акции против эксплуатации амулсарского месторождения. Участники выступали против реализации планов золотодобытчиков в связи с возможным вредным воздействием разработок на окружающую среду. Однако тогда почему-то подобные митинги не волновали проармянские круги за рубежом, которые вдруг сейчас стали выражать своими довольствами акции азербайджанских экоактивистов, требующих мониторинга. Между тем, Азербайджан продолжает вложение инвестиций в освобожденные от оккупации земли. Суммарные инвестиции в основной капитал в развитии Карабахского и Восточно-Зангизурского экономического районов Азербайджана в январе-сентябре 2022 года составили около 2 млрд манатов, что почти в два раза выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили в Госкомитете по статистике. Инвестиции в Карабахский экономический район в отчетный период составили более 805 млн манатов, из которых почти 785 млн манатов направлено на строительно-монтажные работы. Азербайджанцы – толерантный народ, о чем свидетельствует огромное количество проживающих в стране различных национальностей и этносов. Чего не скажешь об Армении, которая является единственным моноэтническим государством в регионе. Чем больше читаешь армянские ресурсы, тем больше находишь ужасных фактов о ненависти к азербайджанцам. Блогер Альберт Исаков распространил кадры выступления военного преступника, ныне покойного генерала Манвела Григоряна, который во время Первой Карабахской войны командовал армянскими оккупационными войсками, захватившими Джибраил и Физули. На архивных видеокадрах Григорян рассказывает о том, как он с группы боевиков из Армении оказался в Карабахе. Григорян рассказывает, как Дашнаки разжигали межнациональный конфликт в Карабахе, учили детей бить турок. Не хочу говорить, даже на дороге похищали их, избивали их, пугали их. Нечего ходить сюда. В школе Ахбуллаха учились и армяне, и турки вместе. Большая школа была. Мы вынуждены были поэтому работать с молодежью, с детьми, чтобы они в школе били турок. Драки устраивали. В школу нельзя было прийти с оружием. Оружие, имею в виду, у нас был советский карабин-пистолет для ночной охраны, чтобы эти турки туда так просто не приходили. Мы создавали им трудности и преграды. Мы начали в школе мутить, бить, натравливать детей на драки, чтобы их разобщить между собой. Как стало известно, начались двусторонние переговоры по тексту мирного договора, который будет подписан как один из важнейших итогов брюссельской встречи, состоявшейся 31 августа. Глава МИД Азербайджана Джейхум Байрамов на заседании министров иностранных дел стран Восточного партнерства Евросоюза отметил, что после встречи с армянским коллегой в Вашингтоне 7 ноября Баку представил пересмотренные предложения. Ожидается, что следующий этап переговоров состоится в ближайшей неделе. Подход Азербайджана, будучи ясным и последовательным, основан на международном праве. «Мирный договор обеспечит права Азербайджана и Армении как двух равноправных суверенных государств и создаст основу для решения всех вопросов в связи с межгосударственными отношениями», – сказал Байрамов. По словам министра, Армения продолжает не выполнять свои обязательства по всем трем основным направлениям межгосударственной нормализации, то есть по подписанию мирного договора, делимитации границ и открытию региональных коммуникаций. Армения до сих пор не полностью вывела незаконное вооруженное формирование с территории Азербайджана. Таким образом, она искусственно препятствует восстановлению коммуникационных связей, в том числе отказывается от обеспечения беспрепятственной связи между Нахчеванской автономной республикой и основной частью Азербайджана. Приближается конец года. Очень хочется, чтобы в новом году соседняя страна прекратила зариться на чужие земли и искренне желала мира. Армянский народ наконец-то должен прийти к решению, которое окажет влияние на дальнейшую его судьбу. У них нет в запасе еще 30 лет, чтобы продолжать вражду соседями. Субтитры создавал DimaTorzok